Всем привет! Как и обещал, настало время поговорить о китайском микрофоне FIFINE, FIFINE, FIFIN, господи, фикозно, как он точно называется этот бренд. Я называю FIFINE или FIFINE, в принципе, можно назвать, неважно. Ampli Rocket или там K651, что-то как-то такой индекс. В общем, смысл получается в том, что до этого мне китайцы присылали Ampli Game, вот такую вот классную модельку. Мне она очень понравилась. Понравилась она в первую очередь тем, что у нее нет вот этого объемного пантографа, потому что я хотел вот именно, чтобы она была компактна, чтобы можно было поставить перед собой и не разговаривать. Эта модель предназначена больше вот именно для тех, кто предпочитает обычную классическую конструкцию с пантографом. Конечно же, огромный плюс такое решение заключается в том, что можно как угодно микрофон спозиционировать. Хочешь так, хочешь вот так, хочешь сбоку, хочешь снизу, хочешь сверху, как угодно. Но вот я что-то как-то сразу немножко перескочил, да, на внешний вид. Сначала давайте поговорим о том, в чем это все поставляется. Поставляется эта модель в большой картонной упаковке. Она, конечно же, красивая, спору нет, но в ней каждый компонент разложен по отдельной коробочке. То есть микрофончик в отдельной коробочке, паук в отдельной коробочке, пантограф в другой коробочке, кабели в третьей коробочке. И все это приходится очень долго муторно распаковывать. Но сама сборка, она занимает буквально там пару минут времени, потому что все, что нужно, это вкрутить микрофон в паук. Причем паук, он такой очень хороший, у него прям подвес отличный. Смотрите, как он хорошо прям болтается в огромном диапазоне, то есть будет гасить колебания очень достойно. Естественно, накручиваем на пантограф, пантограф прикручиваем к настольному креплению. И в принципе все, то есть сборка вообще очень простая и сложности вызывать не должна. В комплекте идет два кабеля, причем они специально помечены, что один у нас для подключения микрофона, другой для подключения подсветки. Тут написано только для питания, то есть только для зарядки. И кстати, учитывая, что они в толщину принципиально разные, скорее всего вот у этого кабеля, который для питания, наверное, дата шин просто и нет. Я, конечно, спрятать не буду, потому что мне это неинтересно. Но вот толстый кабель можете использовать для чего угодно, в том числе для подключения мобильных устройств. Но производитель молодец, что положил именно два кабеля, потому что не нужно никаких будет кабелей и собственного оснащения на собственном складе искать, скажем так. Кабели реально очень длинные, они вообще без проблем подключаются к компьютеру, который стоит у меня под столом, длины хватает просто за глаза. Но вот в плане комплектации, мне лично кажется, здесь не хватает таких вот креплений для того, чтобы кабели можно было аккуратненько проложить по самому пантографу. Частично это компенсируется тем, что на обоих кабелях есть вот эти стандартные липучки, в принципе, можно закрепить на липучке, но, по крайней мере, их две в комплекте, можно там здесь и здесь, например, зафиксироваться. Но вообще придется самому докупить такие пластиковые держатели, чтобы кабель лежал красиво, чтобы он не вот как вот у меня вот так вот похабно болтался прямо перед лицом, а чтобы он как-то красиво был проложен. Значит, идем дальше. Главной вообще фишкой этой модели является, конечно же, вот эта вот классная офигенная разноцветная подсветка, которая и, собственно, и в названии-то отражает Ampli Rocket, то есть микрофон так слегка похож на ракету, то есть вроде как это такие сопла, откуда вырывается огонь. У нас есть кнопочка управления подсветочкой, можно как выбрать какой-то статичный цвет, там зеленый, красненький, синенький, желтенький, голубенький, фиолетовый, белый, либо же выбрать перелив. Вот мне лично перелив нравится больше всего, потому что светодиодов здесь несколько, каждая ножка может подсвечиться своим цветом и, в принципе, выглядит классно. Если бы здесь все ножки подсвечивались одновременно и просто бы цвета переливались, то есть все ножки красные, все ножки синие, было бы не так прикольно. А вот в данном случае прям, как по мне, ну вообще прям огонь, выглядит, конечно, очень-очень классно. Еще одна интересная особенность заключается в том, что здесь нет регулятора чувствительности, регулятора громкости, тем более нет выхода на наушники, ну уж извините, так получилось. Но здесь есть, давайте как-то вам освобожу немножечко, что ли, зато здесь есть светодиодная кнопочка, ой, вот светодиодная, сенсорная кнопка отключения микрофона и соответствующий светодиод. Красненький микрофон отключен, беленький микрофон включен. То есть и вы, и ваши зрители, мало того, что могут наслаждаться такой вот классной красотой, как все красиво переливается, потому что, естественно, те, кто стримит, у них микрофон находится прям непосредственно в кадре, перед лицом. В общем, и стример сам видит, что у него микрофон включен-выключен, зритель тоже это видит, и все наслаждаются этой красивой подсветкой. Что еще интересного? Этот микрофон динамический, в отличие от AmpliGame, который является конденсаторным, у которого направление кардиоиды, то есть можно говорить прям микрофон, можно говорить сбоку. В этот микрофон нужно говорить прямо непосредственно вот так, в саму головку микрофона. Ну и теперь пустим звук непосредственно с этого микрофона AmpliRocket. Как я уже говорил, это динамический микрофон, надо разговаривать прямо в него, причем расстояние должно быть, ну, буквально там 5 сантиметров. Если вы начинаете отдаляться, то громкость голоса очень сильно падает. Конечно же, можно издалека орать в него, но зачем это делать, если можно просто тихо, спокойно говорить с небольшого расстояния. В рот при этом себе запихивать его не надо. Вот так вот разговаривать не надо, а надо просто с небольшого расстояния говорить прямо в него. Причем, как вы понимаете, сбоку и сзади звук будет слышаться очень плохо, вы меня, наверное, сейчас практически не слышите. А вот если говорить в микрофон, то все становится очень хорошо. Может быть, кто-то воспримет за недостаток тот факт, что здесь отсутствует регулировка чувствительности. Вот, например, на AmpliGame она есть, на AmpliRocket крутилки чувствительности нет. Я лично этого недостатки не отнесу, потому что, на мой личный взгляд, надо один раз настроить и забыть. А вот там, если же нечаянно собьешь рукой, то надо опять заново выкручивать, лезть в настройки. Здесь же просто в свойствах системы выставляем в районе 80-90-95% чувствительности от максимума, от 100%. Выше 95% однозначно смысла нет. Ниже 95% можно подкрутить, опять же, в зависимости от того, как громко вы разговариваете. Но могу сказать, что чувствительности, в принципе, более чем за глаза достаточно. 95% хватит для большинства случаев. Ну и давайте послушаем различные тесты, которые я записывал, для того, чтобы сравнить AmpliRocket с AmpliGame. Сначала послушаем мой старый микрофон AmpliGame. Стоит 192 кГц, 24 бита на входе. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел за человек погулять, принесли его домой, оказался он живой. Съешь еще этих мягких французских булочек. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел за человек погулять, принесли его домой, оказался он живой. Так звучит AmpliGame на максимальном качестве. Разговариваю приблизительно с 10-15 сантиметров не очень громким голосом. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел за человек погулять. Привет, привет, привет. Б-б-б-бомба, бомба, 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 привет. А это AmpliRocket. AmpliRocket. Чувствительность стоит 90 из 100. Разговариваю сантиметров где-то с 5, не очень громким голосом. И качество здесь всего лишь 48 кГц, 16 бит. Причем настроить это никак нельзя. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел за человек погулять, принесли его домой, оказался он живой. Привет, 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 бомба, 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 привет, 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 привет. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел за человек погулять, принесли его домой, оказался он живой. Это был новый микрофон. Fifine AmpliRocket. Раз, два, три. В плане дизайна я не могу сказать, что AmpliGame принципиально проигрывает AmpliRocket, потому что AmpliGame-то тоже красивые, тоже красиво цвета переливаются. Кстати, у меня в комментариях жаловались, что микрофон не нравится тем, что нельзя отключить подсветку, потому что отключая подсветку, мы отключаем микрофон. Здесь же, пожалуйста, если очень хочется, можно подсветку отключить, ну в данном случае просто вынув кабель. Но зачем это делать, если подсветка является основной фишкой модели? Если, собственно говоря, это и есть ключевая фишка, из-за которой будут брать эту модель, я этого не понимаю. Что касается вообще всего микрофона, то в принципе он мне понравился. Очень-очень неплохо. По цене не могу сориентировать, ссылочки я оставлю в описании под роликом. Если не ошибаюсь, будет чуть подороже, чем AmpliGame. Но для кого-то вполне возможно, существенным фактором станет то, что в комплекте идет уже штанга, на которую можно поставить пантограф, который отдельно стоит денег. И я не рекомендую покупать отдельно китайские пантографы, потому что будет по цене так, что пантограф будет стоить не сильно дешевле, чем микрофон с пантографом. Естественно, речь про китайский микрофон с Алиэкспресса. Своё мнение пишите в комментариях, потому что у меня-то на этом всё. Большое спасибо, что смотрели это видео. Не забываем ставить лайки, дизлайки, подписываться на канал, жмакать на колокольчик, если хотите одним из первых узнать о выходе нового видео. Но у меня прежний зовут Максим. Всем пока.